А вы народ, с вами Анестезия, мы продолжаем проходить параноик. В прошлой серии мы с вами закончили на том, что наша Микки начала слышать снова какие-то звуки ночью. Мамаша нас отвергла. Тот пацан, как же его звали-то? Он нам что-то не очень поверил. Ааа, так вот, что это за пятно было, это была тень. Ааа, что это? Это не может быть. А для меня... Ой, простите, это было очевидно. Э, это... И что, и куда бежать теперь? Ага, надо бежать, как обычно. Мне не хотелось проходить все заново, поэтому я знаю, куда набежать. Только я на шумике не вижу. Да блин! Ну, конечно. Ты могла сама самостоятельно выбраться из этой комнаты, чтобы дальше я уже сама бежала? Господи, в чем твоя проблема, женщина? Я сейчас буду тыкаться, ты еще быстро так бегаешь. Ты сейчас будешь тыкаться, мыкаться. А я непонятно с какого раза вообще пройду. Да-да, это твоя тетя, это еще и пропустить нельзя, вообще же супер. Можно, блин, где-то... Плохо, что тут как в корпус спать нельзя. Это как его? Ну, вы поняли. Да блин, ну... Я не могу попасть просто с первого раза. Ну, не получается у меня. Полный бред, короче. Сама выбралась бы из этой комнаты, чтобы дальше я уже бежала. Какая тупость. Сколько мне надо... Вот останься тут, нафига ты сюда-то идешь? Бери. Если я буду медленно действовать, она меня догонит быстро, я тоже буду тупо спотыкаться. Давай тогда бежим. Потому что у меня... Другой идеи нет. Понятно, надо сразу в дверь. Потому что в другие стороны идти. Это очень неразумно. Короче, мы сейчас с вами будем 10 минут долбаться в эту дверь. Поздравляю. Это не пропускается никак. Это просто издевательство надо мной. Это тупик. Некуда спрятаться. Ай, как громко. Что тебе надо от меня? Я тебя не убивала. Нет. Назад. Не подходи. Медведь? Микки. Прям шрифтом таким прикольным. Этот плюшевый медведь. Что происходит? Почему ты говоришь мне о каждой мелочи? Меня не интересует твой ребенок. Прости, сестра. Просто я просто хочу сказать это кому-нибудь еще. Но кому? Мой ребенок кажется здоров. Мне поздно рожать, поэтому я очень волнуюсь. Ты просто любишь хвастаться, да? О том, что вышла замуж за богатого мужчину и живешь в такой гармонии. Я очень занята, в отличие от тебя. Не мешай мне со своими глупостями. Да что ж ты будешь делать? Я причем даже не могу отключиться. Ура. Сорян. Тетя. О, Микки. У тебя уже закончились занятия в школе? Да. Эй, у вас будет девочка? Ну, я не знаю. Но я чувствую, что будет девочка, потому что я шью мягкие игрушки. А поэтому, господи. Хотя это может быть и мальчик. О них не надо так заботиться. Ну почему же? Я так не думаю. Если вы его мать, вы должны заботиться так же. Серьезно. Спасибо. Я знаю. Я сделаю игрушку для тебя, Микки. А, но ты уже в старшей школе, наверное. Ты уже взрослая для этого. Нет. Я буду рада, тетя. Вы на самом деле... Они реально так любят седых рисовать? Это пипец. Конечно. Я сделаю тебе милого друга. Подожди немного. О, но... Если мама узнает, думаю, она обезумен. Все будет хорошо. Я уверена, что она примет подарок для моей прекрасной племянницы. Да судя по тому, какая у нас мамаша. Спасибо. Тетя. Верно. Этот медведь для меня, от тети. Я с нетерпением ждала это. Но вскоре ребенок тети умер. Тетя, прости. Когда тебе было сложнее всего, я не помогла тебе. Я боялась маму. Я позволила тебе умереть, тетя. Но... Но... Я всегда любила тебя, тетя. Я хотела увидеть вашего ребенка. Я хотела лелеять его, как только ты закончила медведя. Я даже стала писателем, потому что ты любила книги и научила меня многому. Не плачь, тетя. Для тебя это было трудно. Наверное, больно. Ты ненавидишь меня, да? Ты сошла с ума из-за меня? И потому что я позволила тебе умереть? Я... Для тебя, тетя, я сделаю все. Я люблю тебя, тетя. Мура? Мистер Камура? Мистер Мюра? Мистер Камура, слава богу, вы очнулись. Простите, я так волновался. Вы не отвечали на мой звонок в дверь, поэтому я вошел. Машина скорой помощи скоро приедет. Я так рад, что вы очнулись. Я тряс вас, но вы не приходили в себя. Мистер Камура, вы плачете? Я вспомнила. Я так много забыла. Но я вспомнила кое-что очень важное. Я была слаба, я не могла ничего сделать. Поэтому я не могла помочь ей. Но я люблю ее. И я очень рада. Так что сейчас я буду в порядке. Я вспомнила, что даже я... Даже я могу быть любимой. С тех пор странные вещи в моем доме прекратились. Меня доставили в больницу, и там у меня обнаружили признаки шизофрении. Серьезно? Я до сих пор не знаю, было ли то галлюцинации или нет. Но теперь я не забочусь об этом. Эм, хорошо. Не думаю, что я что-то забыла. Мистер Камура, что такое? Эм, я слышал, что вы уезжаете, поэтому пришел к вам. Вы возвращаетесь к своим родителям? Ситуация настолько сложна. Да, я буду часто ходить в больницу. Там рядом есть хороший доктор. Я хочу побыть с мамой. Ей становится хуже. Ты издеваешься, она тебя кинула. Нафига тебе такая мать нужна? Она должна получить консультацию. Ясно. Что? А, ну, жаль, что мы уже прощаемся. Не волнуйтесь. Как только мне и маме станет лучше, я снова сюда вернусь. Правда? Да. Этот дом тети остался мне. Мне бы хотелось здесь жить. Ясно. Я рад. Я отвезу вас на станцию. Такси не приезжает сюда. Большое спасибо. Было бы здорово. Ты что, влюбился в нее, что ли? Я скоро вернусь, тетя. О, музыка из Мэтт Фазера. Классно. Итак. Что, нам на еще одну концовку пройти? Она у нас зависит от... Того, что мы сказали Мюри. Типа, вот. Либо мы говорим, что нам кажется, либо нет. Хороший конец. Хорошо. Давай попробуем еще раз. С какого там сейва? Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу столько проходить. Мама! Я побежала вообще не в ту сторону. Но у нас другого сейва и нет. Блин, я перепугалась. Значит, нам надо куда бежать? Ой, не-не-не. Это не то. Сейчас будем тыкаться. Надеюсь, бежать нам недолго, потому что я уже, на самом деле, забыла. Сколько. Ну, ничего. Я все равно редко когда ищу все концовки. Поэтому будем считать, что я сегодня в расположении духа. Ох, блин, бесит меня этот туннель. Надо было на разные слоты сохраняться почаще. А я все на один лепила. Это фигово. Так, ну тут вниз, это понятно. Тут тоже вниз? Да, тут вниз. Будем готовы к этому. Ни фига сделали такой длинный проход. Тут вообще зачем? Просто объясните мне, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Плыви, Форест. Опять я говорю то же самое. Интересно, а если я не буду плыть, что будет тогда? И все. И с этого момента у нас начинается развилка. Я уже забыла про этот разговор в саду. Что-то как-то... Ну хотя бы тут можно, блин, пропустить. По-быстрому. А-а-а, блин, это не с этого момента развилка. Тогда люди ждите. Вот с этого момента. Давайте ответим. Это просто иллюзия. Может быть это нереально? Как вы говорите, мистер Миура. Я никогда не думала. Я поеду в больницу. Я чувствую, что моя депрессия ухудшится. Я рад, что вы поняли. Надеюсь, вам станет лучше. Простите меня. Если что-нибудь случится, я прибегу. Да, это просто галлюцинация. Это не может существовать. В больнице завтра уверена. И снова звонит телефон. И диалог поменяется. Алло. Микки, ты в порядке? В прошлый раз что это было? Что случилось? Микки, что такое? Ты плачешь? Нет, ничего. Мне просто одиноко. Прости, что говорю такие странные вещи. Что ж, все хорошо. Позвони мне, если что-нибудь случится. Пока. Да, чтоб ты на нас наорала и назвала психом, да? Не могу сказать ей, что это галлюцинация. Если бы я сказала, она бы относилась ко мне так же, как и к тете. Что правда, то правда. Если я поеду в больницу, мне окажут помощь. Я уверена, я вернусь к нормальной жизни. День пятый и последний. Надо еще и пробел нажать, я даже не знала. Значит, все это время пробел я жала инстинктивно, да? Я слышу что-то. Но это просто галлюцинация. Это не монстр. Но откуда этот звук? То же самое. Ага. Нет. Это неправда. Мне просто кажется. Нет, тебе не кажется. Да, просто иллюзия. Это галлюцинация. Из-за моей вины. Потому что... Потому что я... Я позволила тете... Я позволила ей умереть. Если бы я помогла ей, тетя бы не... Убила себя. Я убила. Я убила мою тетю. Это была моя ошибка. Тетя. Это фантазия. Это фантазия. Это фантазия. Ой, у меня аж глаза. Плэ. Это правда, это правда, это правда. У меня все-таки есть ощущение, что этого монстра на самом деле не существовало. И действительно, у нее... Были вот эти вот галлюцинации на основе того, что она чувствовала вину. Микки Токамура. Сосед найден мертвым. Она найдена мертвой? Или ее сосед найден мертвым? Что-то я не очень поняла. Возможно, она из-за этого чувства вины сошла с ума и повесилась. Как и тетя. Там же не сказано, как она умерла. Ну, какая-то не очень подробная концовка на самом деле. И мне это не нравится, не знаю. Ну, если так в целом на игру посмотреть, ну, не знаю. Как-то бывало и лучше на самом деле. И я куда большего ожидала от разрабов болотной русалки. Возможно, это их первый опыт. Возможно, это их первая игрушка. Возможно, Мермейд Свэмп была более поздней, более продуманной, более крутой. Ну, а на этом мы с вами, соответственно, заканчиваем. Увидимся в следующих играх. С вами была Анастезия. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok